МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Этот необычный девайс, в отличие от прочих контроллеров, задействует не руки геймера, а голову. А также мы ждем вас в нашей школе виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим использование ножа в Counter-Strike Source. И, конечно же, вас ждет захватывающий бой между командами CSKA и Forza на карте Д-Инферно. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. В рамках 15-го сезона клан Бейс Ерукак 16 августа состоялась встреча шведской команды НИП и норвежцев из Ноа. Ноа уже являлись безусловными фаворитами матча. И неудивительно, ведь на протяжении всего июля норвежцы демонстрировали отличный тимплей. Прошел предпоследний матч третьего тура W3CL. Последняя игра тура между MIM и 4K была перенесена на 23 августа. Тем не менее, на верхней строчке турнирной таблицы эти матчи влияния не имели. С разрывом в одно очко первые три места занимают, соответственно, коллективы World Elite, Fnatic Team и SK Gaming. Дуэт россиян, играющих в составе Fnatic Team в матче против Just Players, взял два мапа в игре два на два, принеся тем самым важную победу своей команде. Вечером 15 августа стартовал новый сезон Electronic Sports League Major Series по дисциплине FIFA 2007. Турнир собрал под свои знамена 16 сильнейших команд Европы, в числе которых присутствует и коллектив из России – Rage. Наша команда попала в группу C. Маловероятно, что нашим соотечественникам удастся пробиться в первый круг Single Elimination, ведь им противостоят такие титаны, как SK Gaming и Overload. В Харьковском коллективе Pro 100 вновь кадровые перестановки. На смену улетевшим играть в Москву Эдзи и Зеус в команду взяты Frost и Zuzu. Таким составом Pro 100 выступил на репетиции перед финальной частью отборочных матчей на World Cyber Games 2007 и Ukrainian Preliminary. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source с ножом. Нож в первую очередь – это оружие, и надо понимать, что оружие опасное, хотя и для близких дистанций. Использование этого вида оружия возможно в двух вариантах – обычный или альтернативный удар. Вся разница в наносимом ущербе противнику, и, как показывает опыт, в схватках на ножах в основном используют альтернативный удар – правой кнопкой мыши. Можно выделить два момента использования ножа в Counter-Strike. Самый обыденный, но не менее важный – это для розыгрыша сторон предстоящего матча. Соперники собираются на открытом пространстве, и их задача – только ножами обезвредить противника. Кто выиграл – у того право выбора стороны. Одна из хитростей в этом бою – правильное взаимодействие команды. Нельзя открывать спину, а нападать стоит большим числом, чтобы противник не успевал наносить удары. Второй – часто возникающий момент, когда заканчиваются патроны, обычно в пистолете. В такой ситуации главное действовать быстро, но четко, чтобы не промахнуться. Если у вас мало патронов еще до начала перестрелки, то во время нее нужно двигаться по направлению к противнику, чтобы вы могли дотянуться до него ножом. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Вольно. Разойдись. Смотрите далее. Этот необычный девайс, в отличие от прочих контроллеров, задействует не руки геймера, а голову. И, конечно же, вас ждет захватывающий бой между командами ЦСКА и Форза на карте Д-Инферно. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Австралийская компания FlexiGlow представила на суд публики полный комплект игровых аксессуаров, выпускаемых под маркой Киберснайп. Это игровая клавиатура Warboard, игровая мышь Inteliscope и Gamepad 2. Все эти девайсы отличают стильный дизайн и исключительную направленность на геймеров. Технически они также находятся на острие науки и поддерживают все современные игры во многих жанрах. Одна из самых модных тенденций в нише игровых контроллеров – датчики движения – день и до дня пополняются новыми решениями. Так, компания eDimensional представила свой геймпад Wireless Gyroscopic G-Pad Pro, в котором используется запатентованная технология фиксации движения. Стоит отметить, что основой маркетинговой кампании продвижения нового девайса стало опровержение и утверждение о том, что невозможно одновременно работа датчиков движения и вибромоторов. Компания Microsoft Game Studios снизила цену на свой аксессуар Xbox 360 Wireless Racing Wheel. Также было заявлено, что игра Forza Motorsports 2 разрабатывалась с учетом всех функций этого девайса и через геймплей реализованы в полной мере такие особенности, как чувствительное переключение передач и даже реакция на неровности трассы. Необычный девайс Track IR, в отличие от прочих контроллеров, задействует не руки геймера, а голову. В прямом смысле этого слова. Устройство, отдаленно напоминающее веб-камеру, отслеживает все повороты головы игрока, перенося их в трехмерное игровое пространство. Так, в симуляторе Test Drive Unlimited при использовании девайса игрок может полностью обозревать кабину виртуального болида, а в шутере Armored Assault отслеживать все изменения на поле боя. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вы станете свидетелями очередного матча, прошедшего в рамках пятого турнира чемпионата НПКЛ сезона 2006-2007. Вас ждет встреча двух столичных клубов – ЦСКА и Форзе. Итак, состав команды ЦСКА. Дмитрий Мазурик-Ганц, 20 лет. Сергей Столяров-Фокс, 20 лет. Руслан Шерифулин-Добер, 20 лет. Артем Лукьянов-Виксон, 21 год. Петр Бартагов-Ватар, 19 лет. Клуб ЦСКА представляет из себя молодую, перспективную организацию. Главой клуба является Вахромеев Олег, более известный как Килллот. Ну, а сама команда собрана из молодых, но очень амбициозных игроков. Состав команды Форзе. Андрей Мироненко-Хома, 17 лет. Владимир Переволодский-Тарлунд, 22 года. Кирилл Бобрик-Похмел, 19 лет. Виктор Москвин-Моск, 22 года. Павел Луканидин-Фунт, 21 год. Клуб Форзе можно по праву назвать одним из сильнейших в России, причем таковым он является уже на протяжении 4 лет. В его составе побывали многие известные столичные киберспортсмены. Матч обещает быть напряженным, поскольку первую карту встречи, Дэйнюк, уже выиграли Форзы. Судья сбрасывает монетку, и первыми в атаку пойдут ЦСКА. Производятся рестарты, и начинается первый раунд. Форзы сразу же действуют нестандартно. Трое идут в аркаду по дуге, оставляя всего двоих охранять плент А. Форзы у спуска встречают игроков ЦСКА. Хома с Пахмелом делают по фрагу, но тут же теряют Тарлунда. Его убивает Фокс. В этот момент Ганс с Ватером выходят из ковров на плент А, но не занимают его, а атакуют Тары на центре. Еще фраг от Ганса, минус мост, и вот ЦСКА уже в большинстве. Теперь им нужно забрать бомбу, которую жестко охраняют Хома с Пахмелом. Пахмелу все-таки удается перестрелять Фокса, и он занимает спуск. И именно оттуда он делает еще один фраг, минус Ганс. У ЦСКА в живых остается только Ватер. Немного поразмыслив, он выходит в открытую против Хомы и отправляет его отдыхать. Ватер остается один на один с Пахмелом. Но все же Кирилл продолжает свою серию и делает четвертый фраг в раунде. 1-0 в пользу Форзов. Далее два экономических раунда от ЦСКА. Положительных результатов они не приносят, и счет становится 3-0 в пользу Форзов. В пятом раунде счет фрагом открывает фунт. Стоя на коврах, он простреливает стену в надежде остановить возможную атаку. И его пули четко попадают в протаившегося на лестнице Фокса. В общем-то, ЦСКА с пистолетами мало что могли противопоставить пушкам Форзов. Форзы теряют только похмело, и счет становится 5-0. В 10-й раунд у ЦСКА опять закупка. И опять та же схема. Добер с Фоксом на спуске. Виксен, Ганс и Ватар идут к окнам. Добер убивает Тара на дуге. Но тут же Хома выходит на центр с АВП и снимает Фокса. Добер отвечает, и тут же минус хомяк. Но и сам Добер отправляется отдыхать. Он не заметил, как к нему вплотную подобрался фунт. Виксен забирает бомбу. Двоем с Гансом они решают атаковать А. Проходят через ковры, и на выходе их встречает похмело. Размен. И Ганс остается один на один с мозгом. Устанавливает бомбу. Мозг пытается ее разминировать и ждет атаки Ганса. Но тот выскакивает из-за ящика и убивает его. И это первый взятый раунд с копилки ЦСКА. 9-1. Далее ряд бесполезных атак ЦСКА. Стоит отметить игру Хомы. Он настреливает три фрага в одном раунде. Ну и, конечно же, похмело. Он делает общее семь фрагов в двух других раундах. Счет 12-1. И всего два раунда до смены сторон. С уверенностью форзы закидывают противников дымовыми гранатами и контратакуют их. ЦСКА, естественно, не ожидали таких действий. И отступают под натиском противника. 13-1. Последний раунд и форзы действуют так же. Но ЦСКА уже готовы к этому. И форзы теряют Хому с фунтом на Ц. ЦСКА продолжают атаковать А. Но там их жестко встречает мозг, тар и похмел. Первая половина заканчивается со счетом 14-1 в пользу форзов. И теперь уже им предстоит атаковать. В первом раунде форзы атакуют плент Б. Стоит отметить действия Хомы. Он убивает троих, но этого оказывается недостаточно. Последний фраг делает Ганс. Минус Хома. Счет 1-0 в пользу ЦСКА. Четвертый раунд. Форзы атакуют Б и действуют очень слаженно. В итоге, не теряя ни одного игрока, берут этот раунд и тем самым уже приносят себе ничью. 3-1. И общий счет матча 15-4. В следующем раунде двое из форзов отвлекают внимание ЦСКА на А. А в этот момент трое других резко атакуют Б и легко занимают его. Добер с Ватером пытаются их вывезти оттуда, но у них ничего не выходит и форзы выигрывают Инферно со счетом 16-4. Поздравляем клуб Форзы с победой. Начав отлично на Нюке, они еще более уверенно сыграли на Инферно, продемонстрировав действительно командную игру. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Новые уроки школы виртуального спорта.